Приветствую вас, Евгений. Прочитал ваш текст, ваш вопрос, хотя, собственно, вопросов вы никакого не задаёте, такого определённого, вот. Ну, чувствуется, конечно, потерянность, чувствуется, конечно, такая обида, ну, вы, в принципе, сами об этом говорите, что есть обиды у вас на вашу маму, вот. Я думаю только, что у этой обиды нет никакой подоплёки, у этой обиды нет никакого основания, вот, в том числе практического основания, вот. Потому что, ну, потому что, в общем, мама она всегда была тем, с кем была, и, в общем-то, вряд ли она может измениться, вот. Мне кажется, что вам до начала нужно разобраться в себе, в своих чувствах, ибо, на мой взгляд, всё ваше поведение, начиная от маленького, представляет из себя реакцию. То есть, это вот именно, что реакционное поведение, это именно, что реакционная модель поведения. То есть, это как-то, знаете, вот, как бы, просто реагирование на что-то, ну, реагирование на какие-то вещи. Вот. А не так, что вы, допустим, ну, с чего-то, с чего-то хотите. Понимаете? Вот. Поэтому, мне кажется, что вот на это вам, в первую очередь, нужно обратить внимание. Именно на то, что вы постоянно, как бы, играете от защиты по жизни. Вот. Определиться со своими целями, определиться со своими желаниями, определиться со своими чувствами, со своими ориентирами. И дальше уже до жизни двигаться. Вот. Да. Мама на вас, конечно, очень сильно повлияла. То есть, она к вам отназвёт вот так. Это вас травмировало, это нарушило очень сильно ваши личные границы. Вот. Это занижало неоднократно, я уверен, вашу самооценку. Вот. И, вы знаете, я думаю, что отношения с вашим мужчиной, они тоже такие вот реакционные. То есть, это как бы, вот именно, знаете, ну, в ответ на что-то. То есть, например, вы с ним, да, допустим, вот вы с, ну, с мужчиной, потому что. Потому что вам не хочется быть, например, с мамой, да, где угодно, либо не с мамой. Вот. И я думаю, что отношения с мужчиной у вас в некотором смысле тоже такие, созависимые больше. Вот. Про созависимость можете почитать в интернете, что-то так, что-то такое. Так что, вот так не видится. То есть, вы много описываете каких-то фактов, да, но очень мало описываете свои чувства, кроме разве что только того, что вы своей мамой, например, боитесь и то, что она вам ничего не позволяла делать и так далее. И то, что она, соответственно, была и прочее, прочее, прочее. А, все это нужно действительно выговаривать, все это действительно нужно выплескивать из себя, потому что вам это очень мешает. Дальше, дальше я думаю, что ситуация будет идти на улучшение. Вот, конечно, при условии, что вы будете работать с психологом на постоянной основе, потому что вам очень тяжело сейчас приходится во многом именно потому, что вы не отстаиваете свои интересы конструктивно. То есть, что это значит? Ну, например, это значит, что ваша мама, она не может, вот она в принципе не может забрать у вас все и оставить вас без имущества. Это невозможно. Вот, соответственно, да, может быть в судебном порядке, но оставить свои права нужны, оставить свои интересы нужны. Вот, то есть, но этого вы не делаете, опять же, вы этого не делаете. Возможно, возможно. Именно потому, что боитесь, боитесь свою маму. Но боитесь вы ее, почему, боитесь вы ее, почему, боитесь вы ее только по той причине, простой, что не привыкли давать ей отпор. Вот. Ну, это, этому вас будем научить. То есть, можно научить, научить, как раз таки давать отпор. Вот, адекватно, без грубости, без негатива, вот, все это можно сделать. Главное, чтобы у вас было желание, у вас было желание разбираться, работать и так далее. Потому что это, ну, требует, конечно же, каких-то усилий. Вот, привод, примерно так. То есть, понятно, что то, что вы рассказывали, это вся ваша история. Это история вашей жизни, история вашей боли, история вашего разочарования, истории ваших проблем с людьми и прочее, прочее, прочее. Это понятно. И вся снега в том, что, вот, ваши деньги тратятся на обучение молодого человека. Это тоже модель, ну, модель поведения жертвы у вас. И очень важно, чтобы вы из этой модели выходили, потому что иначе вы можете так же, так же ожесточиться, как ваша мама. А этого, я уверен, вам не хочется, вот. Поэтому, да, ну, вам требуется, конечно, помощь, вам требуется, конечно, поддержка, вам требуется, конечно, работа. Ну, работа с вашими жертвами, как я уже сказал, для того, чтобы корректировать представление о себе, те представления о себе, которые у вас есть. Вот. Вот. Вот примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос. Обязательно посмотрите в интернете, что такое созависимость, что такое созависимые отношения. Я думаю, что вам это будет не лишним узнать. Я думаю, что вам это будет совершенно не лишним узнать. Вот. Ну и, поскольку вы жертвы, то жертвенное поведение, оно проявляется не только с мамой, но и, значит, скорее всего, и в отношениях с молодым человеком тоже будет проявляться. Будет правильно. Вот. Так что, этот момент, на мой взгляд, ну, можно и нужно корректировать. Вот. Такой ответ, я думаю, можно дать вам. Больше, наверное, пока ответить нечего. Потому что, ситуация у вас не легкая, конечно же. Вот. Нужна именно работать. А, то есть, я понимаю, что вы сейчас чувствуете себя в растерянности. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете себя потерянно. Я понимаю, что вы сейчас ощущаете себя так, как будто бы у вас ни много ни мало ничего нет. Я понимаю, что вам может сейчас так казаться, но, на самом деле, это, конечно, уже не так. Вот. Ну, просто нужно бороться. Нужно учиться отстаивать себя за свои интересы. Для этого необходимо учиться и принимать себя. А вы себя, скорее всего, не принимаете, ну, исходя из такого отношения к вашей маме, к вам. Вот. С чувством вины работать, который у вас есть, потому что оно, с чувством вины, я имею в виду, тоже очень, на мой взгляд, усложняет вам жизнь и не позволяет вести себя, ну, как-то вот более, свободно, да, скажем так, то есть все вот это можно и нужно корректировать. Если у вас будет такое желание, обращайтесь за помощью любой, любой из коллег. Вам поможет, любой из нас окажет вам помощь, вот, с удовольствием, вот, и я думаю, что ваша жизнь пойдет на улучшение. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы будете счастливы.